Добрый день, добрый вечер и доброе утро, где бы вы ни были и когда бы вы это не смотрели. Я сегодня на лунной базе с Карлом Замун. Как дела у тебя сегодня, Карл? У меня всё сегодня отлично. Каждый раз, когда ты приезжаешь, я счастлив. Ты клёвый чел. А ещё биткоин делают счастливым. Да, биткоин это фактор счастья номер один. Именно так. Даже если биткоин упадёт, если я буду видеть биткоин в своём кошельке, это будет делать меня счастливым. Потому что я знаю, что это революция, которая сыграет в будущем, это долгосрочная вещь. Помню, когда мы с тобой встретились впервые, ты ходлил как сумасшедший. Говорил, не, не потрачу ни цента. Да, я действительно никогда не продавал свой биткоин. Я продал немного эфириума и других вещей, но не биткоин. Одна лишь вещь, которую я когда-либо купил за биткоин, это мои первые часы. Три года назад. Или два года. В общем, где-то так. Я купил свой первый ролик за биткоин. Но это оказалось очень дорогим удовольствием. Это да. Я их купил тогда примерно за 20 тысяч долларов. На тот момент это было где-то три биткоина. И очевидно, сегодня это было бы намного больше. Тысяч сто долларов. Часы за сто тысяч долларов. Нет, больше никаких часов. Максимум за 30 тысяч, думаю. О, ну окей. В любом случае, я потерял много в биткоине. Так что да, вот чему я научился. Я никогда больше не буду тратить свой биткоин на всякие вещи. Очевидно, что когда я что-то покупаю, мне приходится что-то ликвидировать. Потому что у меня есть только криптовалюта. Но я предпочитаю ликвидировать альткоины, а не биткоин. Да, именно. Никогда, никогда не продаю биткоин. Окей, что ж. Мы сегодня будем разговаривать, в общем-то, не про биткоин, а про альткоины. Как альткоины влияют на этот рынок. Про какие же альткоины мы поговорим сегодня? Ну, очевидно, про те, которые нас интересуют больше всего. Но мы также посмотрим на график общей рыночной капитализации. Потому что на рыночной капитализации сейчас довольно интересно. Капитализация сейчас близко к максимуму, при этом находится на минимумах. Это не особо хорошо, если мы находимся на медвежьем рынке. Если мы окажемся на долгосрочном медвежьем рынке, в медвежьем цикле, то, конечно, минимумы могут быть очень низкими. Мы могли бы увидеть масштабную коррекцию от 90 до 95%. Даже, думаю, больше на альткоинах, на мой взгляд. Мы уже видели это раньше. Да, именно. И таким образом, эта штука может опуститься до самого дна здесь. Даже ниже одного триллиона долларов на рыночной капитализации. Может быть, даже до половины триллиона. Но это было бы абсолютным разрушением. В эпических масштабах. Да, но я все еще думаю, если посмотреть на этот график, тогда вы сможете четко увидеть, что у нас тут все еще есть высокие максимумы. И высокие минимумы. Что, конечно же, очень хороший знак. Это означает, что у нас есть бычий тренд на большем временном промежутке. Таким образом, даже если в краткосрочной перспективе на дневном графике мы находимся в нисходящем тренде, на недельном и месячном периодах, у нас определенно высокие максимумы и высокие минимумы. По этой причине я по-прежнему настроен оптимистично на большом временном промежутке. Согласен, я тоже настроен по быче на большом временном промежутке. Просто есть возможность того, что мы пробьемся вниз на рыночной капитализации. Да, если биткоин упадет ниже 30 тысяч долларов, то я думаю, что все кончено. Тогда мы будем на медвежьем рынке. Однако я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что мы все еще находимся в бычьем цикле. И учитывая, что все альткоины сейчас продаются с огромной скидкой, я скупаю их как сумасшедший. Я инвестирую в кучу проектов. И инвестировал в 360 криптокомпаний, которые приносят мне сейчас очень хорошую прибыль. И эту прибыль ты вкладываешь, конечно же, в биткоин. Да, конечно. Да, я действительно это делаю. На самом деле, я, вероятно, один из самых агрессивных инвесторов криптоиндустрии. На сегодняшний день. 360 компаний. Я не думаю, что кто-то еще так делал. Возможно, я самый агрессивный инвестор в криптопространстве. Но я верю в него. И хотя в краткосрочной перспективе мы наблюдаем нисходящий тренд, долгосрочная перспектива у нас очень бычья. Поэтому я продолжаю инвестировать в эти компании. Да, это хороший способ заработать немного денег. Конечно, не все эти инвестиции окупятся. Вероятно, всего процентов 10. Но если вы вложите всего лишь небольшую сумму своих денег, например, всего 5 или даже 2% своих денег, так вы могли бы инвестировать примерно в 50 компаний. Это правда, но в краткосроке у меня на самом деле все очень хорошо. В среднем, мои инвестиции делают от 10 до 15 иксов. И у меня было много инвестиций, которые доходили до 300-400 иксов. Например, Старатлус. Я вложил в них 15 тысяч долларов и заработал 4 миллиона всего за несколько месяцев. Я хотел в них зайти, но у меня не получилось. И, например, Саул Рейзер. Я вложил также примерно 15-20 тысяч долларов и заработал 2 миллиона долларов. Виктория Виар, например. Также в них инвестировал и сделал пару миллионов. Так что... Вам нужно понимать, что даже 10% от этих инвестиций могут покрыть 50% расходов. Это даже смешно как-то. Именно поэтому я продолжаю инвестировать в криптокомпании, потому что криптовалюты стремительно развиваются. Конечно, некоторые из них со временем сойдут на нет, в этом я уверен. Да, согласен. Окей, давай перейдем к моему токену DJ15. Какое-то время он шел боком. Но я сейчас собираюсь сжечь больше токенов. Я сжег где-то... процентов 90, даже больше. 93, может быть. От всех токенов. И я продолжу сжигать токены. Я собираюсь сжечь огромную часть монет в ближайшее время. В ближайшие несколько дней или около того. Так что, да, цена будет расти. Потому что я покупаю монеты, а затем сжигаю их. Да, чем больше будет сжигать, тем выше будет цена. Так что он может вырасти очень-очень сильно. Это замечательно. А еще, кажется, нам нужно больше людей в отч-листе. У нас тут 879 только. Нужно бы пробиться через тысячу. Да, согласен. Ребята, обязательно добавляйте токен в отч-лист. Переходите на CoinMarketCap и нажимайте на отч-лист, чтобы мы смогли пробиться через тысячу. Давай перейдем на касту. И посмотрим, как там поживает каста. Тут отч-лист уже поинтересней. 31 тысяча. Да, действительно. Каста обладает огромной популярностью. Это действительно круто. Я никогда не видел такого раньше. Это просто безумие. Насколько велико наше сообщество. В твиттере у нас 200 тысяч. У нас есть список имейлов на 300 тысяч. И, конечно, 30 тысяч в отч-листе на CoinMarketCap. Комментарии при этом очень положительные. Очень интересно наблюдать, как каста взрывается. При этом приложение выйдет всего через два месяца. Я думаю, что когда приложение выйдет, мы увидим, что цена начнет расти. Потому что у вас есть... Как он называется? Стейкинг, правильно? Да, точно. Вы сможете стейкать токен в приложении. И, конечно, это очень приятная функция, которой я с удовольствием и сам пользуюсь. Собираюсь вложить туда все свои токены. Я все еще не продал ни одного токена каста. Даже покупал больше. Особенно сейчас, когда цена немного скорректировалась. Как и любой другой альткоин в криптосфере. Да, я тоже свою касту не продал. И мы, кстати, также сжигаем. Как и DJ15Token, мы собираемся сжечь кучу токенов в этом году. Мы уже рассказали об этом нашей аудитории, о том, что собираемся это делать. А количество токенов, которые мы собираемся сжигать, будет огромным. Да, сжигание помогает цене оставаться на высоте. Окей, что ж, на сегодня все, ребята. Спасибо, что досмотрели сегодняшнее видео. Конечно же, нам нравятся наши альткоины. Но больше всего мы любим, конечно же, биткоин. Потому что биткоин реален, биткоин с нами останется, и вам нужно быть его частью. Спасибо за просмотр. Ребята, если вы хотите попасть на Луну, посмотрите, что мы для этого с да Винчи едим каждую неделю. Лунные кейки. Готовимся к следующему альткоин сезону. Это у нас лунный кейк, и он отправится с нами на Луну. Окей, до скорого. Это у нас лунный кейк. Это у нас лунный кейк. Это у меня рабочий. Продолжение следует... Продолжение следует...